добрый день ко мне приехала партия новиночек начнем их потихоньку разбирать и первое что мне захотелось покрутить это magic tower от сэнксо под названием fifth magic tower то есть пятая магическая башня почему пятая потому что была и третья ну или просто magic tower вернемся к этому чуть позже осмотрим коробочку рельефная картинка показывают ну опять саму пирамидку и то что винтик находится под центральным элементом под треугольничком а могло показаться что есть вот центр есть уголок у обычного magic tower а как мне казалось булочек находится именно под уголком на самом деле и обычного magic tower а болтик находится именно под центром просто не вскрывал ни разу не смотрел уголок это отдельный элемент который не закреплен его можно легко вынуть не раскручивая болты здесь различная техническая информация код товара s y 0 10 от 6 лет более ничего примечательного не вижу ну вот зато на английском хотя бы четко написано название даже ни в одном месте давайте смотреть здесь нас встречает инструкция кстати коробочка очень легкая невесомая кажется что голом даже внутри нет инструкция большая на вид но я естественно не скрывал чуть позже вернемся опять вот сама головоломка пятислойный magic tower размер точно такой же как и у трехслойного и по весу чуть потяжелее мне кажется расцветка такая же структура вся такая же все же инструкция я ее старательно проигнорировал пирамидку собрал уже много раз все с ней понятно но здесь есть какие-то формулы которые наверное помогут собрать рекомендую не смотреть все можно собрать и без этого головоломка не особо сложно она здесь китайский английский уберем это головка была для меня интересно и на удивление собралась не так сложно как я думал пару слов о линейке сначала выпустили magic tower и это та же пирамидка у которой уголки тривиальные неподвижный не появились центры она был в такой головоломки несколько это дома куб от че и от того же че и корнер мастер морфикс триангл пираминкс от мою из серии мою magical pyramid пазл такие есть головоломки и поскольку я уже пару обучающих видео снял magic tower как-то очень далеко отложил вместе с корнер мастер морфиксом по виду они почти одинаковые но все же наверное придется magic tower отдельно обозревать именно в подробном обучающем видео так как magic tower теперь большая серия растущая я думаю это magic tower 3 на 3 или обычный это magic tower 5 на 5 между ними уже выпустили 4 на 4 обязательно куплю и будет еще 6 на 6 он тоже же есть продажи некоторые еще выделяют magic tower 2 на 2 у сэнксо есть аналог пираминкс дуо от меферта палатка но изначально был от меферта то есть это одни уголки и такие же центры как здесь но в четных моделях magic tower центры отсутствуют поэтому правильнее наверное будет magic tower 2 на 2 назвать что-то подобное я сомневаюсь что выпустят но это то же самое что здесь только без центров этой серии мой magical пирамид пазл вернемся вроде как пятая волшебная башня и должно быть пять слоев но вращаются только три но если вот так вот посмотреть если мы вспомним пирамидку и мастер пираминкс то у пирамидки было три слоя вращения у мастер пираминкса пирамидки 4 на 4 уже 4 здесь было все четко и понятно здесь же три слоя и вот это не вращается был бы здесь тривиальный уголок был бы он четвертым как на пирамидке 4 на 4 как же определить что это все-таки 5 волшебная башня можно посчитать элементы на одном ребре их здесь 5 на стандартной версии будет 3 на версиях 4 на 4 и 6 на 6 будет 4 и 6 соответственно изначально были подозрения что фивс magic tower будет аналогом мастер пираминкса но на деле это разные головоломки совершенно да у них форма тетраэдра хоть здесь и из круглённого либо выпуклого но собираются они по-разному на ребре если отбросить уголки три элемента также как и у мастер пираминкса если мы отбрасываем уголки тут ребро состоит из трех элементов и принцип сборки был какой собираем ребра собираем как пирамидку решаем центры здесь же центры это несколько элементов на мастер пираминксе был всего один и сборка центров это отдельный этап у которой лично я выполняю самом начале после чего ребра потом как magic tower обычный в общем это отдельная уникальная головоломка который раньше не был я не могу провести аналогии с пирамидкой 5 на 5 наверняка они какие то есть хотя на пирамидке 5 на 5 должны были вращаться 5 слоев а здесь как я уже говорил всего лишь три но было бы 4 с тривиальным уголком что здесь работает всегда на новых головоломках я пытаюсь провернуть какие-то известные алгоритмы чтобы понять что из этого получится но если сделать 3 пиф-пафа таких вот как на magic tower обычном то мы получим какую-то стандартную ситуацию на именно перестановка больших центров целиком но можно сделать эти же 3 пиф-пафа вращая вот так без дополнительного слоя если мы будем вращать только крайние уголки те же 3 пиф-пафа то у нас переместятся очевидно маленькие центры отдельные элементы за те сборки которые я уже совершил мне ни разу не пригодилась перестановка маленьких центров но это зависит от того порядка действий которого выбрали для сборки мне перестановка маленьких треугольников не требовалось ни разу головоломка имеет неплохое вращение достаточно быстро и приятное но есть такой момент что резко углов здесь практически отсутствует конечно было бы наверное неправильно требовать подобного но вот если чуть-чуть не довернута то головоломка клинит и это иногда встречается в сборках деталей много и они различаются было бы хорошо конечно будет здесь магниты но их нет а головоломка есть давайте перемешивать и собирать мне нравятся головоломки которые можно перемешивать не глядя для хорошего скрамбла требуется не так много движений это вот был элитный скьюб фто мастер фто и эта пирамидка тоже подобная вот мы совсем мало движений сделали не глядя и все хорошенько перемешано уже очевидно что я запущу цикл обучающих видео по серии magic tower начну с 3 на 3 продолжить 4 на 4 5 на 5 6 на 6 но пока только эти выпустили поэтому сейчас будет только пример сборки обучающие видео как-нибудь потом в порядке очереди хотя в принципе здесь мне все уже понятно ну тогда я разберу все возможные ситуации как я это обычно делаю с чего начнем ну давайте с красного центра можно начинать с любого здесь каких-то предпочтений нет и разницы тоже вот маленький треугольничек у него есть вот такой вот будем называть его от т центр ну или центральное ребро и еще над названиями особо не думал ну можно считать что это центральное ребро а это центральный уголок других элементов тут нет то есть вот это центр ребро уголок вы центральный центр пока пусть будет так и надо найти центр с ребром и рядом с ним поставить уголок тоже с ребром ну вот такой просто ставим их рядом интуитивно вот получилось далее нужно на других гранях собрать вот такую тройную полоску он при этом вот это не сломать есть один элемент а вот здесь сразу 2 здесь нам приходятся знания с кубика 5 на 5 все таки это 5 magic tower кое-что здесь работает но он далеко не все собираем так чтобы не сломать здесь не объединяем на одной грани после чего мне показалось удобным вот этот собранный центр помещать в правую руку и на оставшихся трех собрать ну еще какой-нибудь абсолютно любой вот примеру есть центр с ребром желтые и вот есть парочка желтых центров можно также удобно все это собрать и повторить процедуру что делали на красном он нас теперь в правой руке и никак не перемешается в процессе сборки вот видим опять два элемента рядом ставим и сюда нужно еще один вот собралось если мы собираем эти крупные центральные ребра и углы вокруг маленьких желтых центриков которые как мы понимаем стационарные на крестовине то мы никогда не перепутаем расположение цветов а вот на версиях 4 на 4 и 6 на 6 в маленьких центров нет и там уже будет наверное поинтересней хоть и элементов меньше на собираем два оставшихся и тут надо бы привести к ситуации когда собран вот такой треугольчик и еще один маленький уголок все такая ситуация нехорошая от нее нужно как-нибудь избавиться то есть я сейчас вот эту парочку отсюда переместил на этот центр теперь мне надо вот этот элемент отправить вот сюда для этого я скрою парочку и захвачу уголок и вот пришли к типовой ситуации когда опуская вот этот элемент мы либо сразу соберем тройную полоску либо нет в данном случае тройная полоска не собирается на не получается значит нужно как в пятерке вот этот элемент переместить вниз для этого мы пускаем его сюда здесь подворачиваем не возвращаем и вот классическая ситуация которой надо бы стремиться если вот этот уголочек снизу то и парочка должна быть снизу но если парочка была сверху то уголочек должен быть сверху и вот так мы до собираем казалось бы что ситуация когда у нас осталось два центра и нужно поменять полоску очень легкая как и в пять на пять но здесь это не так просто и по хорошему не работает приходится полоску разбивать и приводить к предыдущей ситуации но делается все интуитивно наиболее коротких алгоритмов я пока не выводил но всегда все решается вот мы собрали центры для тех кто помнит от компании вай джей пирамидку петал пираминкс то принцип сборки центров примерно такой же если мы присмотримся здесь столько же элементов вот это вот у нас будет уголок вот это ребро три уголка и три ребра также здесь три уголка три ребра но здесь есть центральный элемент а тут его нет на петал пираминк сначала собирается сама пирамидка потом вращается вот эти центры и до собираются не специально петал пираминкс пособирал перед записью видео и здесь центр собираются даже медленнее так как нельзя разрушать уже собранную пирамидку а именно вот эти вот уголки ребра и приходится делать возвратные движения где же на фифс magic tower можно два центра собирать свободными движениями и только на двух последних делать возвратные что значительно быстрее но надо собирать ребра обычный принцип соединил заменил разделил здесь работает к примеру вот зелено-красное центральное ребро не зелено-красное крайнее ребро и вот здесь еще одно крайнее соединяем нас получилось тройной такой какой должно быть и мы можем спокойно заменить это ребро на несобранное ребро останется в центре целы и все хорошо и так можно делается до самого конца пока 100 не останется пара несобранных ребер ну к примеру вот у нас есть сине-красное центральное сине-красное крайне ну так они не объединяются переместимся на какую-то другую грань вот крайне вот центральное вот таким движением их можно объединить заменяем на любое несобранное и у нас уже пара элементов стоят рядом ищем третий элемент так нехорошо вот так вот их можно объединять объединяем заменяем на любое несобранное и у нас уже второе собранное ребро дальше вот зелено-желтое двойное вот третий элемент соединяем заменяем на какое-то несобранное все свободно интуитивно здесь сине-зеленое двойное находим еще одно сине-зеленое соединяем заменяем на несобранное и вот в конце осталось два ребра которые уже ну нужно собирать но заменять не на что все остальные собраны вот мы раз два три собрали и вот четвертый всего ребер тройных 6 здесь уже приходится использовать флип из 5 на 5 ну я использую это на 5 на 5 именно в таком положении спидкуберы меня поймут но речь идет о следующем вот у нас собраны центра собираются ребра осталось два последних мы их так выбиваем отводим вот это ребро вот сюда здесь сделаем стандартный флип и отменяем движение и ребра собираются если нам доступны вращения р-у-ф то флип сделать можно а значит будет работать все то же самое что и на 5 на 5 к примеру нужно нам как-то их объединить ну сначала вот этот элемент поставим рядом с красно-желтым центральным для этого соединим отведем сюда делаем флип р-у-р штрих-ф-р штрих-ф-р можно не делать и отменяем движение в итоге у нас собралась красно-желтая парочка а все остальное цело но и остается дособирать каких-то паритетных случаев здесь нет поэтому как на 5 на 5 все дособирается видим стандартную ситуацию и ее решаем вот и все сделали мы редукцию а дальше нужно собрать как обычный magic tower на это уже просто мы собираем как обычную пирамидку находим три уголка собираем первый слой не обращая внимание на центры собираем второй слой верхний здесь ориентируемся цвет ребра и цвет нижнего слоя здесь один совпадает здесь ни одного здесь один то есть стандартная ситуация из пирамидки чуть-чуть клинит довернутые элементы вот но остается переставить центры мы помним чтобы поменять вот эти два местами и сзади 2 мы просто делаем 3 пиф пафа вот и весь magic tower 5 на 5 достаточно несложно но нужно чем владеть уметь собирать обычный magic tower желательно какой-нибудь petal pyramids собирать хотя можно и без этого обойтись тут все интуитивно как в 5 на 5 ну и уметь собирать с 5 на 5 ребра это тоже здесь поможет хотя до многого тоже можно догадаться вместо флипа можно который я показал можно использовать другие комбинации которые также разворачивают ребро у кого какие мысли как оптимизировать сборку пишите в комментариях но мне кажется что так достаточно оптимально вращается неплохо стоит не то чтобы дешево но и не так чтобы дорого то есть позволить себе можно и головоломка не очень сложная но достаточно интересная вполне рекомендую версия 4 на 4 конечно уже на любителя там мы просто убираем центр и убираем вот эти ребра остается только уголки и здесь вот этот центральный элемент тоже уходит остается два элемента на ребре вместо трех но центров то нет поэтому за расположением цветов придется следить куплю проверим на заднем фоне вы могли заметить crazy megaminx не знаю когда я с ним разберусь скорее всего сниму обзор как есть не собирая юксин little magic v3 магнитный megaminx от юксина диншин их новая серия solar system двушку и трешку я купил ждем восьмерку девятку ну и спряталась тут слился с фоном ms3l даже не открывал жду на жду чего сейчас я начал крутить юксин little magic v2 магнитный новая трешка от юксина откручу тысячу там едет еще м с 3 м могли в едет м п ч и диншин solar system лежит и вот только в самом конце будет у нас меня м с 3 или пока на всех по 1000 откручу не знаю сколько времени пройдет спешить некуда пока трешку не хватит много есть интересных головам которые вышли постепенно их приобретаю ну а сегодня мы разобрали фифс magic tower интересная головоломка а на этом у меня все всем спасибо всем пока